Итак, как видеочет, показываю, что мои водоросли добрые перезимовали, вернее еще зимуют. Промерзали буквально насквозь, до дна. И сам это и витримываю культуру. Тут симбиотичная культура. Витримываю такие условия. Зараз у нас 26 грудня, довольно тепло. Ну, вот так выглядят водоросли. Ну, они живые, потому что клетки не тримаются в объеме, не выпадают в осад. Бачите, живая культура. Далее я сделаю повесной привод. Бассейн рядом. И привод для отримания электричной энергии. А також для отримания биогай. Сейчас очень холодная вода. Руки мерзли. Но они витримывают такие условия. То есть, культура живет в условиях открытых и размноживается. Не так быстро мне пришло ее размножить до этого объема. То есть, она доступна каждому. Таким чином мы можем отримать электричную энергию и биогаз. Причем, будет происходить утилизация углекислоты в углицю атмосферы, которого сейчас уже довольно много. Поревняно с 60-х годами минулого столетия, это уже в два раза лучше. Ну, такие теплые зимы, нестабильный климат, пасмурный климат. На жаль. Нет. Это, как бы, будет программа с утилизацией углекислоты. Ну, как возможность. Я не верю, что это поддерживается. Но я сделаю это. Потому что, если мы будем уменьшивать, не только уменьшим углекислоту, которую поглинают в воде, они еще и нададут нам электричную энергию и биогаз. И при этом, это не будет дополнительного выкидка в углицю. Ну, это, как, спаливание дровтики набагато эффективнейше. Это делают самым водорослом на порядок. Они на порядок выше, эффективнейше прачивают, чем на иншем паливе. По утилизации углекислоты и на отремене биомассы. Ця биомасса с водорослом очень легко концентруется, при этом выделяется электричная энергия. То есть, мы не тратим электроэнергию на тому, чтобы отримать особь из этих водорослей. А наоборот, мы отримаем электричную энергию. Как видите, культура не выращивается, не выращивается, в специальных условиях биоареата, а открытая. То есть, она доступна каждому. И такой бассейн, ну, не такие, я просто нарушиваю в ящиках. Эта технология может быть почти у каждого. Ну, а далее я покажу, что из этого выйдет. Весня я планую, если будет возможность, наш военный стан, если позволит обставить этим заниматься. Ну, если не позволят, то значит не позволят. так сегодня 26-е. Тобто 6 дней до Нового Рока. Такая зима. Водоси зимуют. Если будет сильный мороз, конечно, они загинут. Я их прикрываю, утепляю. Если будет 20 градусов, пройдется только культуру сохранить, а все иначе они не загинут. Даже 15 градусов они не выдерживают. Ну, если я их утеплю, то выдерживают. И это будет недолго, потому что под кригою они задихнутся. Ну, есть особенно это.